Легендарные тракторы СССР, признанные другими странами. Многие товары, сделанные в Советском Союзе, зачастую отличались приемлемым качеством. Это приводило к высокому спросу. Особенно это касалось сельхозтехники, произведенной в СССР. В этом видео я расскажу про три трактора, которые были признаны другими странами и ушли на экспорт. Т-40 – знаменитое и даже культовое изделие прямиком с Липецкого тракторного завода. Его выпуск был насущной потребностью того времени, когда второй генсек Советского Союза, Никита Хрущев, взял курс на всесоюзное освоение целины. Территория непаханных земель, которой надлежало обработать и оккультурить, занимали площади по несколько десятков миллионов гектаров. Для всего этого требовалось не только колоссальное количество самой разнообразной техники. Требовался и определенный прорыв, так как не все машины просто-напросто соответствовали требованиям этой эпохальной задачи. И ответом в этой ситуации стал Т-40. Его разработка велась в кратчайшие сроки – с конца 50-х по 61-й год. Было проделано и переосмыслено множество элементов и технических решений, касающихся как дизайна трактора, так и его надежности и работоспособности. Результат, как говорится, превзошел все ожидания. Даже сейчас можно увидеть модели Т-40 не где-то в музеях, а на полях и на дорогах. Естественно, что такой качественный продукт не могли оставить только себе. За всю историю выпуска трактора под флагом СССР за границу было продано несколько десятков тысяч экземпляров, что для трактора очень большое число. МТЗ-52. Легендарная Беларусь. Ее создание тоже было продиктовано освоением бескрайних, необработанных земель СССР. Государство нуждалось в новых образцах современной сельхозтехники, которые бы смогли полностью удовлетворить запросы и потребности обычных колхозников, которые должны были принести родине миллионы квадратных километров оккультуренного чернозема. Т-40 тогда еще не пахло, он даже в разработке не находился. Основную нагрузку принял на себя легендарный Минский тракторный завод. Который славился качеством своей продукции. И что сказать, Минчанам удалось создать машину, так говорится, на века. Модель Беларусь жива до сих пор. До сих пор ее активно эксплуатируют и до сих пор она для многих фермеров является одним из основных видов сельхозтехники. Хотя тут уже речь идет о гораздо более современных образцах. Как и в случае с Т-40, подобная популярность и высокие отзывы обычных тружеников привели к тому, что МТЗ-52 массово экспортировали за рубеж, где он также завоевал широкую и полностью заслуженную популярность. ДТ-75. Как бы это заезжено не прозвучало, но перед нами снова дечище освоения целины Никиты Хрущевым. Как оказалось, не всем землям подходили обычные колесные тракторы. Так как из-за своего большого давления на почву они могли серьезно снизить урожайность чернозема. Для исправления этой проблемы и были созданы гусеничные варианты трактора типа ДТ-75. Но сфера его применения была гораздо шире, чем просто использование в сельском хозяйстве. С его помощью проводили ремонтные и строительные работы, расчищали завалы, в зимние месяцы очищали дороги от выпавшего снега. Такая мультизадачность и надежность в применении сделали ДТ популярным не только на родине, но и по всему миру. Что и говорить, на данный момент суммарно было выпущено почти 3 миллиона экземпляров, как на внутренний рынок, так и на внешний. В Союзе всегда находились умельцы, которые могли сделать качественную или даже передовую технику, в том числе и для сельского хозяйства. Поэтому и неудивительно, что их изделиями пользуются и по сей день. С вами был Шофер Ден. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорой встречи!